привет мои любимые дорогие меня зовут юля я живу в анталии и я рада вас видеть на моем канале тема сегодняшнего видео год без покупок скажите как почему зачем все говорят все говорят что надо покупать новые тренды потому что если я буду дома сидеть на карантине некрасивой меня муж бросит много до слышали разные марафоны устраиваются вы должны быть форме не ну то что форме ничего плохого принципе такого нет но когда предлагают купить новую косметику новые вещи то есть это проплаченная реклама людей которые боятся очень сильно потерять свои деньги то есть люди у которых миллионы миллиарды человеку женщина у которой миллиард долларов она выходит и говорит девочки ну не забудьте за собой ухаживать ну это ничего что ну как бы карантин начался но вы же должны быть форме серьезно а если у этой девочки вот деньги закончатся мужа уволили что она будет делать вот что она будет делать поверьте если муж умрет от голода то ну как то страх того что он вас бросит уже пропадет сам по себе да то есть автоматически вас бросит и поверьте муж если вы оденете чистое платьишко которое он видел вчера но на готовите очень вкусный ужин поверьте он вас будет любить в два раза больше чем когда вы оденете новое платьишко новую косметику за бешеную стоимость и на столе будет просто хлеб с водой это хорошо если хлеб с водой как вы думаете с каких в каких случаях он выберет какой ну я спрашиваю мужчин вдруг женщина не знает можете ответить да это правда путь к сердцу мужчин лежит и лежит через его желудок ну девочки но это прекрасно знаете тратить сейчас все на то чтобы купить что-то новое не знаю или будет завтра у вашего мужа работа массовое увольнение идет вы же видите ни фабрики ни завода ничего не производится то что в турции открыли магазины ну там пару человек заходит это они заходят почему потому что движется байрам они должны купить в подарок что-то родственникам так положено на байрам у нас вот последние дни вот этого поста массовые идет вот как перед новым годом у нас да вот так у них сейчас то есть это время покупок они должны что-то купить хотят они этого или нет но они не могут прийти с пустыми руками и даже если не прийти то как-то переслать что-то подарить вот поэтому я думаю открыли все-таки торговые центры и магазинчики и в анталии хотя я не понимаю зачем я уже говорила что два района закрыли на карантин и не то что закрыли заборы поставили забор люди не могут выйти со своей улицы то есть там несколько квартир заболела это так смешно это настолько смешно они думают что эти люди больше никуда не выходили и ни с кем не контактировали то есть если здесь нашли то больше нигде нет то я вам скажу в корее уже в принципе не было коронавируса уже не было его заехала три человека им делали тест и тест сколько 48 часов показал что у них есть отследили через спутник полностью все места где они были всюду сейчас тут обидится за чипа ребята у вас в телефоне вся ваша информация через любой спутник можно найти вас и посмотреть всю вашу дорогу нашли где они были за эти 48 часов три тысячи человек могло от них заразиться а эти три тысячи человек контактировали еще с людьми в целом получилось 8000 человек за 48 часов всех посадили на карантин потому что они не знают кто заразился кто нет вы понимаете а у нас два квартала а все остальные гуля конечно гуляет парикмахерский вы понимаете то что там 3 вода июня открывается границы евросоюза с 15 италию как бы наверно всем откроет но это такие предположения в германии 2 волна пока не будет вакцины мы сидим как на пороховой бочке девочки если вы не позаботитесь да а в своей семье мужья вас любят они вас обожают они хотят вам сделать ну что-то приятное особенно это время потому что ну на карантине скажем так у всех немножечко идут свои заскоки и у девчонок иногда это выражается я что-то хочу новенькое а вот там такая помада а вот такое платьишко конечно он купит ну потому что он вас любит но потом если его уволят ну я уже говорила какой может быть какие последствия могут быть вы должны сейчас включить немножечко голову до понять что это очень опасно то что сейчас происходит пока нет вакцины постарайтесь не тратить деньги постарайтесь пусть будет вот он дал на помаду положите пусть лежат эти денежки давно на сумочку положите пусть лежат не не ведитесь на вот эти разводы я понимаю что блогерам тоже надо заработать я тоже блогер я понимаю их прекрасно но не ценой жизни других людей смешно да не умереть от вируса умереть от голода но это не смешно на самом деле это не смешно но такое может быть если вы начнете сейчас вот из-за того что у вас приехала крыша а муж любит вас все потратить не делайте такого поверьте если этот миллионник не продав свои вещи она все равно до конца жизни у нее будет на хлеб и на масло и она не умрет голода включите чуть-чуть мозги я уверена у нас скоро опять закроют анталии ну потому что это смешно понятно что эти люди с этих районов гуляли и 30 дней инкубационного периода через 30 дней найдется все эти люди с которыми они контактировали у нас если раньше ребята по пекарне стояли в масках а может сейчас без маски жарко и услышали ничего что вот на козлоры еди и еди за шильдере там вот нашли вирус не так это же далеко ну конечно сошла в африке просто так далеко же ехать надо трое суток 40 минут пешком ну ладно 50 вы смотря кто как ходит до 50 ну подумать немножечко включите голову у меня сегодня такой комментарий пришел я просто была в ауте и еще пока не забыла вот то что многие говорят вас муж просит если ваш муж вас бросит если вы случайно одели не новое платье а вчерашнее да и у вас были не нарощенные ногти не нарощенные брови и ресницы а просто ваши вы красивы понятно вы моете голову вы делаете миниатюр сейчас покажу такие красивые миниатюр обычный вы просто аккуратная чистенькая и он вас бросит скажите спасибо скажите спасибо этой ситуации что вы сейчас это выяснили потому что мужчина который выбирает женщин только по внешнему виду а больше в ней ничего не ценит зачем вам вы подумайте сейчас вам там 24 34 44 а через 30 лет вам будет 50 60 70 и что никакое платье вас не спасет никакие нарощенные ногти ресницы брови потому что через 30 лет будут 18-летние и такие мужчины они будут бросаться на вот таких девочек по 17 лет потому что ей не надо ничего наращивать она и так красавица то есть если такой мужчина держится за вас только из-за вашей красоты они из-за того что у вас до духовно вы связаны не за то что он вас переживает и любит как вот человека девочки я не говорю сейчас снимается они умываться не краситься ничего не делать да не перекручиваем информацию нет но вы должны со своим мужчиной быть близкими духовно душевно а не только физически не только кекс потому что он у вас через несколько лет бросит есть мужчина который вот и беременна все я пошел налево серьезно ну тоже зачем он вам меня еще сегодня немножечко так комментарий выбил утром иду в церковь никого не трогать на кассе воздушно юлия сделай пожалуйста обзор войтики поменять что-нибудь я буду в турции в августе может что-то похожее куплю я понимаю что этот человек на меня подписан уже наверно давненько где-то выпал вот где-то на пару месяцев выпал и тут решил надо что-то посмотреть то есть то что я все эти видео говорю пожалуйста не заходим магазины лишний раз она вам не надо пока что можно найти вещи в шкафчике девочки у нас много вещей шкафчики даже у меня у которой в принципе не много их вы видели обзор моего гардероба летнего и зимнего у меня есть плейлисте фавориты обзоры болталки вы можете посмотреть там у не такой большой если даже в летнем есть короткие платья я их уже не ношу то есть у меня только длинные остались вот вот недавно я скомбинировала то есть вы можете комбинировать если уже реально вы понимаете что мужу ну все мужья приятно если вы что-то новое делись это естественно можно комбинировать поверьте мужчины не столько зациклены на то как вы одеты они больше им нравится когда вы что-то приготовите вкусненькое понимаете вы в настроении хорошего это мы не погано я дома сижу целый день поверьте чтобы вы не одели в этой ситуации ему захочется просто вас прихлопнуть потому что он каждый день ходит на работу и рискует своей жизнью заразиться да и видит что все идет крах полнейший или он вообще думает меня вот сегодня уволят или завтра или может послезавтра и вы ноете что у вас нету нового платья не надо раздражать мужчину не надо сейчас вот поверьте вот сейчас вы должны помочь вашим мужчинам посмотрите шкафчики что-то у вас есть нету ничего взяли простыночку сделали дырочку в середине надели через голову за вот это поясочек одели золотистый или какой у вас есть и вы уже греческая греческая богиня понимаете придумайте что-то взяли его рубашечку девочки сейчас время фантазии вот не время просто и тетрадь и тупо деньги отложите никогда отложенные деньги еще никому не помешали сделайте подушку безопасности если ее у вас еще нет сейчас самое то время попридумайте у вас море сейчас на вашем скажем так отдыхе да в кавычках и вы откройте свою фантазию мы все девочки можем это придумывать у нас есть это да кто-то не может придумать что-то все равно мужчинам все равно и абы вы поменяли он еще скажет что-то поменялось ну знаете когда если у вас хорошее настроение и вы старайтесь чтобы он забыл вот об этом что происходит это самое главное он вам в тысячу раз будет благодарны что вы просто про то что-то другое да вы не ноете что вам плохо и вы что-то поменяли вверх другой не с другой все уже красавица и я уверена у каждой есть тени у каждой есть что-то что подводит стрелки и какая-то помада пока вы вырисуете хотя бы одну палетку теней но пройдет лет пятьдесят но честно ну разве что там новые вот это продуете таких мизерах что там его не видно даже ничего но разве я уверена с детского сада есть по подержите поверьте когда человек заболевать ему ничего не надо вот ничего он просто кашляет он просто задыхается и никакое платье ему не поможет а может вот эти деньги как раз таки помогут более хорошее медицинское обслуживание купить да если это вообще возможно я вот для этого записываю это видео вот этот комментарий знаете с ними обзор в айтики серьезно то есть я буду свою жизнь подвергать опасности буду подвергать опасности жизни других людей которые там находятся потому что я могу тоже уже быть заражена я ж не знаю 30 дней инкубационный период я могу сейчас разнести по магазину его из заради чего что вот эта звездочка которая выпала с реальности приедет в августе еще непонятно или откроется в августе у нас самолеты судя по тому как мы всех отпускаем на парикмахерский она не откроется может приедет и что-то похожее купит еще раз объясняю у меня есть плейлист покупки в анталии я люблю снимать обзоры магазинов я не покупаю девочки я за год могу купить одну платье а могу и не купить до сандалики я могу купить двое кроссовки в этом году я так и не купила потому что я не не нашла то чтобы на меня было мне кроссовки какой год 3 я не говорю что надо прям до такого степени доходить ну я вот это смешно у меня очень много обзоров магазинов но мне закрыть камеру и пойти что-то себе выбрать так в обломе иногда вот просто вообще прикалываться я могу я показываю качество ткани я показываю качество пошива я рассказываю конкретно каждой вещи и цены я конкретно вас веду по обзорам многие кто уже смотрел мои обзоры им нравится они понимают так в этот магазин я не пойду потому что там очень дорого в этот магазин я пойду потому что там дорого но там очень классные вещи то есть разные задумки такие дизайнерские супер то есть я снимаю торговые большие центры и маленький магазин и мне когда-то был комментарий вот вы специально сейчас вы говорите не покупайте а специально сами показываете магазины смотрите у кого есть проблема что он шопоголик да и он не может удержаться не надо открывать эти видео я не стою с понимаете с автоматом или с пистолетом и не держу виска открывать открывать сказала нет вы просто не открываете эти видео я показываю торговые центры показывала потому что люди приехали приезжают на отдых на две недели мне хочется ходить искать у нас очень огромный выбор в анталии огромный они посидели вот сейчас у вас карантин посидели один обзорчик посмотрели второй сделали скриншот записали ну спасибо лс веке не пойду вообще качество ужасное стало а вот в этот в хм да можно сходить а то вообще страдиварус отстой или что-то еще то есть каждый смотрит по себе да что ему подходит записали у вас готовый список когда откроются границы когда найдет вакцину когда привезут сюда всем уколят да также привьют или как вы поняли я спокойно с радостью пойду вам поснимаете торговый центр не для того чтобы пришли и все потратили деньги для того чтобы вы купили подарки там доте сыну бабушке маме все я не не как не показывать для того чтобы люди пришли и просто все потратили на это это не надо можно вообще приходить на отдых ничего не покупать и у себя дома говорю я не помешана и я не делаю это для того чтобы вы пошли покупать мне никакой магазине платит за рекламу просто для вас чтобы не тратили свое время на отдыхе потому что море есть море и никакое море не заметить никакой магазин так вы себе узнали один день потратили тык-тык-тык пошли по тем магазинам что надо купили все хоп до свидания смысл сейчас рисковать жизнью если вы не знаете когда откроется магазин плюс когда откроется магазин ассортимент возможно будет другой или возможно вот это вообще не будет да конечно вы смотрите ваших любимых блогеров разные марафоны но чуть-чуть контролируйте ваш мозг да ваши желания вот представьте сейчас у вас такой знаете пост я ничего не покупаю низ одежды не из косметики не с обуви не с чего понятно если одни были сандалики они порвались и вам нечем за хлебом пойти ну да сандалики купить но одежды девочки ну давайте не будете мне рассказывать что у вас ну ничего нельзя скомбинировать и как-то что-то придумать сейчас такое время фантазии придумать что-то вот я недавно говорю себе придумала звезда звезда и нас такие ой такая красиво извините я забыла что это шатается красиво и ты же идешь и пахнешь ты бишь сказал что ты красиво все поверьте муж если вы не будете ему ныть что вам плохо дома сидеть а будете радостно встречать но так они там девочки нельзя играть нет не надо играть они мужчины это чувствует реально радуйтесь тому что вы живы радуйтесь тому что ваш муж еще может зарабатывать а если он дома и не может зарабатывать радуйте что он у вас есть и что он здоров и не кашляет и не задыхается радуйтесь что у вас есть детки если нет то будут потому что у вас муж здоров, или ваш парень здоров. Вот этому радуйтесь, что вы ещё не в гробу. Чуть-чуть включите. Я не знаю, где эта женщина плавает, где летает, но я верю, что она хороший человек, позитивный. Она верит в хорошее. Я тоже верю в хорошее, но сейчас чуть-чуть надо, скажем так, утихомирить свои страсти и, как всегда, почитать духовную литературу. Лучшего рецепта никто ещё не придумал. Кто бы ни написал книгу, какую бы она ни была популярной, ей бы раскупили кучами тиражами, и там была бы написана пилюля, которая сделает вас счастливым. Это вот такая малюсенькая доля того, что написано в Библии. Совсем малюсенькая. Три предложения. Вот серьёзно. Любая книга, которую вы не прочитали, если там есть хорошая истина, это какая-то мизерная тысячная доля того, что вы можете почитать, найти в Библии. На Ютубе, если кому-то тяжело читать Библию, они понимают, что происходит. Очень много кто рассказывает, трактует её, священники. Я всем рекомендую exeg.ru. Батюшка Олег Стеняев очень хорошо рассказывает. У кого-то другие. Сейчас время чуть-чуть, не чуть-чуть, это я вас так подготавливаю, по чуть-чуть переключиться с этого ажиотажа насчёт накачивания поп, накачивания губ, вот таких ногтей. Ну как-то придите к Богу. Он для этого делает, потому что мы уже загнали нашу планету. Мы же загнали. Настолько переизбыток был сейчас всего того, что не надо. Ну согласитесь, ну Советский Союз, ну что у нас было? Форма в школу. Всё. Ну ещё юбка, ещё какие-то штаны. И никто не страдал. Я не говорю, что Советский Союз – это хорошо. Нет. Это отдельная тема, я политики сейчас не трогаю. Но мы не страдали от этого. Ну привезли кому-то варёнку там, да, или кофту Бойс. Всё, ты же охота, ты же модный, такие-то бы кофта Бойс. Ну что, кому-то надо было 20 этих кофт и платьев. Что-то в отношении женщины и мужчины от этого менялось. Нет. Главное, что в середине. Поймите это. Сейчас очень, говорю, многие перешли на то, что вот тут, если я уколюсь вся, меня все будут любить и муж никогда не бросит. Объясняю, если муж вас держится только из-за того, что вы всё укололи, то через 20 лет он вас точно бросит, потому что он зацепился только за внешность. Это нехорошо. Это ужасно. Нет, слово такие маленькие, это ужасно. Вы нашли человека или меняетесь, не то что или, вы должны поменяться. Если меняется женщина, меняется мужчина. Всё, по-другому никак. Спасибо, что зашли на канал. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Пишите комментарии, вопросы, может какие-то будут дополнительные. Я всех вас люблю, целую. Я всем желаю, вам быть здоровыми. Пишут, к сожалению, уже подписчики, что заболели, кашляют и плохо, и я всем сочувствую. Но, к сожалению, ничем не могу помочь. Просто могу помочь советом, чтобы те, кто ещё не заболели, включили немножечко голову, пришли к Богу и поняли, что покупки – это не главное. ну честно. Не главное. Главная жизнь. Главная людская жизнь. Всё. Целую вас, люблю, обнимаю и всем здоровья.